МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подвиг защитников Родины, стойкость городов, героев нельзя забывать. Память передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу, из одного населенного пункта в другой. Один из пунктов седьмого этапа патриотической эстафеты салют-победы, посвященного городу-герою Смоленску, стал лесной городок. Починил под себя всю Европу, все материальные и людские ресурсы, имея тогда на вооружении самую лучшую технику и вооружение, вероломно, именно вероломно напали на нашу страну. Да, первый очаг сопротивления – это Брестская крепость. Уже фашистские войска дошли до Смоленска, Брест еще сопротивлялся. Но Смоленск – это особые слова благодарности, памяти, вечной памяти тем, кто защищал этот город. Город был практически разрушен фашистами, уничтожено больше половины населения. Но Смоленск не сломили ни оккупации, ни лагеря, ни потери. Что такое война, специальный гость праздника знает не понаслышке. Участник боевых действий, подполковник в отставке Александр Тарасов уверен, эстафета-салют победе нужна прежде всего детям и молодежи. Пока мы помним и знаем, что было, что происходило, помним своих предков, мы всегда будем сильными. Вот здесь деток много было, много было людей, представителей разных поколений практически. И нам, мне, как участнику боевых действий, это очень было приятно, потому что у меня такие мероприятия вызывают ассоциацию, то есть какого-то волнения, приятного очень волнения. Поэтому у меня воевали, у меня семь моих предков, дяди, дедушки оба воевали во время Великой Отечественной войны. То есть для меня эта тема очень и очень близка и знакома. Торжественный концерт и церемония передачи прошли в зале Лесногородской школы. Символы эстафеты, клятву партизан, гранату РПГ-40 и Знамя Победы принимают юнормейцы-власихи. Через неделю патриотическая эстафета продолжит свое шествие по округу. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».